Добрый день! Промышленное освещение является очень важным направлением для нас. Сегодня в стране происходит масштабная реконструкция систем внутреннего освещения, а также новое строительство. Мы предлагаем одно из своих решений – универсальный промышленный светильник ГСП-50. Сейчас расскажем вам о его основных преимуществах. Светильник может быть снабжен специальной защитной решеткой. Основной оптический отсек закрыт либо силикатным закаленным стеклом, либо стеклом из поликарбоната. Обратите также внимание, что стекло крепится к корпусу. При обслуживании на высоте это очень удобно. Алюминиевый отражатель проходит двойную технологическую обработку. Первое – это электрохимическая полировка. Она повышает коэффициент отражения материала. Второе – это анодирование. Нанесение защитной пленки, предохраняющей светильник от окисления. Какие бы лампы вы ни взяли – натриевые, ртутные, металлогалогенные – светильник 50-й серии может работать с ними со всеми. Во-первых, это решение проблемы с массой. Масса находится там, где это возможно, а сам светильник очень легкий. Второе – это удобство в обслуживании. ПРА находится там, где к нему удобно подобраться. К тому же, если в дальнейшем вы захотите поменять источник света, вам достаточно просто сменить узкорегулирующий аппарат, не трогая сам светильник. Самым важным преимуществом светильника ГСП-50 является возможность управления светораспределением. Чтобы показать, как это делается, мы разобрали светильник. Обратите внимание, что патрон крепится в специальных пазах. Мы можем менять положение патрона, и перемещая патрон вместе с лампой, мы меняем то, как светильник светит. И сейчас я продемонстрирую вам, на что это влияет. Представим, что у нас смоделирована геометрия цеха или производственного помещения. Мы применили в проекте светильники ГСП-50 мощностью 400 Вт и поставили патрон таким образом, чтобы получить максимально возможное широкое светораспределение. Расчет с такими светильниками показал равномерное заливающее освещение, уровень освещенности в данном случае 500 люкс, то есть как раз такой, какой требовался для этого помещения согласно нашим нормам. Представим теперь, что у нас складской комплекс, с стеллажами, как известно, узкие проходы для людей и специальной техники. В таком помещении задачи уже совсем другие. Нам нужно осветить не только то, что находится внизу, но и вещи, которые лежат на этих стеллажах. Для решения этой задачи нам лучше подойдет светильник с более узким светораспределением. Мы выполняем светотехнический расчет со светильником ГСП-50 400 и узким светораспределением. И видим, что здесь у нас освещен в равной степени и пол, и полки наших стеллажей. Это как раз тот эффект, который мы и хотели получить. Мы постоянно ведем новые разработки, оказываем помощь в проектировании освещения. Мы всегда готовы к сотрудничеству. Добрый день. Я хочу вам показать преимущества наших светильников на конкретном предприятии. Когда мы разрабатывали проект этого здания, мы получили проект от сторонней организации, проект освещенности нашего завода. Там были заложены светильники другого производителя. Когда мы сделали проект на нашем оборудовании и в нашей проектной организации, и сравнили их по экономическим и техническим показателям, мы увидели, что потребление электроэнергии на наших светильниках в три раза меньше, чем на светильниках сторонних производителей. Второй вопрос. Мы видели, что на наших светильниках норма освещенности на рабочем месте гораздо выше норма освещенности, чем на светильниках сторонних производителей. И это позволяет улучшить качество работы наших сотрудников, улучшить их условия труда и позволяет сэкономить нам электроэнергию. Практически завод работает 24 часа в сутки. И поэтому 7 дней в неделю. Особенно свет горит постоянно. Он практически не выключается. И это очень заметно в зимнее время, когда света с улицы доходит очень мало. Это очень помогает нам экономить в текущих условиях и деньги, и труд людей для того, чтобы делать наши продукции качественнее, своевременно и для наших покупателей.